бам хопа всем привет вы на канале гараж 28 и сегодня будем делать вот из таких колонок блин интересный проект но не то чтобы уже интересный он уже немножко проще стал связи с желанием заказчика вначале у меня были планы довольно большие в общем у меня пара вот таких колонок это у нас радиотехника с 30 а на 4 ома 30 ватт а чехи диапазон от 80 до 18 тысяч герц здесь такие вот болтовые соединения есть даже под закрепить что-то не звенел крепление под шуруп гвоздь саморез на стену в общем так само собой провод и вторая колонка абсолютно такая же состояние у них удовлетворительное можно сказать даже хорошие вот эта колонка вообще в хорошем состоянии и ее мы ее будем использовать просто как пассивную так что ее пока убираем а вот эта колонка немножко в более у хайдока на состоянии у нее вот здесь расщелина пошла видно да то есть она где-то сильно хапнула влаги здесь тоже все было видно замочено дерево начало рассыхаться и поэтому выбор какую из колонок вскрывать в принципе очевиден да будем вскрывать вот эту колонку а для чего для того чтобы сделать из этих колонок образно говоря что понятно всем было сделать компьютерные колонки то есть стерео пара 2.0 которая будет втыкаться в розетку и в компьютер или в телефон само собой быстрее всего будет использоваться в паре с телефоном то есть это будет грубо говоря дачный проигрыватель или гаражный приехал воткнул в розетку телефон подключил и слушаешь музыку не с телефона а из таких вот мощных колонок ну среднем мощных так скажем 30 ватт это тоже в принципе не насрано это нормальная громкость тем более советских 30 ватт а не китайских как будем переделывать колонки в компьютерные в активные само собой первое нам нужен стерео усилитель кто недавно смотрел видеоролик по проверке вот такого стерео усилителя т.п. 3110 знаю что у меня их было заказано три штуки и вот это единственный выживший бам-бам вот эти два сдохли их у меня прошибло то ли по питанию то ли по нагрузке из-за того что колонки вот эти все-таки четырехомные несмотря на то что заявлено что они держат 4 ома они сгорели во вторых нам нужен блок питания для запитки этого усилителя трансформатор и диодный мост что может быть проще простой совдеповский блок питания какие мы знали с детства трансформатор был на 36 вольт и он перемотан на 12 вольт думал сделать из него зарядное но слишком слабый в районе 3 ампер держит еще без просадок больше 5 ампер начинает падать напряжение для этой системы его за глаза диодный мост было испробовано в прошлом видео два диодных моста и это 3 это мой любимый кбпс 5010 вообще безотказные мосты в отличие от кбп 307 который у меня сгорел в отличие от rs-400 какого-то там который тоже перегрелся этот даже без радиатора не нагрелся то есть блок питания запитываем 220 вольт снимаем 12 вольт переменки через диодный мост получаем постоянку запитываем сюда постоянку подаем сигнал снимаем сигнал на колонку насчет подачи сигнала как мы его будем подавать само собой аукс вот такая колодочка тюльпанная если мне не изменят память то эта колодка у нас вытащена должна быть с телевизора витязь который я не так давно разбомбил видосик наверно был на канале уже здесь у нас здесь у нас ну кто там стреляет все отстрелялись тут рядом недалеко кафешка и там частенько проводят корпоративы свадьбы дни рождения и прочие мероприятия поэтому зачастую особенно летом здесь устраивают фейерверки вот сейчас пол двенадцатого ночи уже темень на улице а чайка сволочь орёт она даже не видит ни хрена там уже но орёт и так аукс тюльпаны rsa разъемы кто как называет через двухканальный резистор на 20 лаом сигнал подается на плату но как в прошлом видео я говорил будем использовать вот эти ограничители это сопротивление то есть резисторы на 1 килоом или 1 и 2 килоома что-то такое дабы немножко снизить громкость на динамиках потому что говорю 4-х омной динамики довольно тяжело тащит этот все по комплекту понятно но будет еще кое-какая обвязка которую я покажу наверное уже концу видеоролика когда будем собирать колонку то есть здесь прибавится возможно дросселя на выходе звука нужно обязательно по питанию по 220 линии поставить выключатель потому что это трансформатор они импульсник он всегда будет в сети постоянно будет жрать электричество в отличие от импульсника который на холостом ходу ну я не знаю там наверное даже вата не ест пока его не запустит какая-то аппаратура плюс само собой надо куда-то выводить вот этот резистор само собой на него надо гайку шайбу крутилку барашек плюс колонки будут иметь функцию не только активных колонок но и пассивных колонок то есть их можно будет использовать в старом виде то есть как пассивная стереопара куда-то подключить соответственно из колонки будут выходить два канала один из этих каналов будет сразу же подключаться к колонке а второй канал будет уйти на вторую колонку если что эти провода можно отключить и к штатным разъемом болтовым подключить провода подключиться к усилителю и использовать их как стереопару пассивную короче запутанно объяснил надеюсь поняли не поняли значит потом все увидеть так как у меня кончились акустические колодки то выход на лунки будем делать вот такими совдеповскими советскими старыми разъемами акустически это как раз те самые разъемы которые использовались такой аппаратуре вот этот разъем прямо провода который был на колонках это провод так скажем со второй колонки родной даже не резаный такой какой он был тут даже плюс помечен кембриком красным вот в оригинале не какой-то самодел то есть тот длинный провод пойдет у нас на пассивную колонку и их можно будет разнести хоть на пять метров увеличить зону стерео базы а активная колонка будет втыкаться вот так грубо говоря разъем и тут же идти на стандартные штатные разъемы самой акустической системы вот как-то так а возможно если видеоролик за сегодня нет сниму то возможно акустическую колодку другую возьму которая у нас прижимные зажимные прижимы да нет лучше даже вот эти пользователи все-таки так аутентично смотрится хотя все это будет по задней панели наверное ни к чему в идеале я бы хотел сюда поставить панель дополнительно но возможно ее будет очень сильно раскачивать именно звуком потому что здесь во первых нету фазоинвертора во вторых довольно небольшой объем но динамик довольно мощный сейчас вскрою заднюю крышку заодно вскроем переднюю крышку посмотрим может быть есть вариант сюда все-таки громкость вывести и выключатель да я уже и забыл как выглядит то вот этот чудный клей который вроде как пластилин но при этом на протяжении скольки там лет восемьдесят девятого года выпуска в апреле вышло это сколько и 30 33 года колонки вот этой фигне клею хоть бы хрен но еще в советское время я узнал как его легко убирать структа его конечно сложно будет убрать но он уберется в общем вот здесь я уже убрал а вот здесь он все липнет вот так этим же клеем вот так довольно неплохо зачищает так не вижу смысла дальше показывать вам эти мучения скажу лишь наперед что вряд ли я буду использовать его можно конечно намазать на все равно все просажу на герметик так динамик здесь у нас звукопоглотитель старая тема сетка набитая ватой динамик у нас здесь 25 гдм ближе не поднести ничего не видно в общем в общем в общем в принципе внутри именно схема техника самой колонки меня не интересует как я сказал она будет в режиме пассивной усилитель будет сюда подавать звук то есть внутри никаких подпаяк стандартной схеме кроссоверу не будет все будет сделано наружно а сюда нужно куда панель сделать и желательно панельку то еще как-то немножко заглубить поэтому этот разъем мне в принципе акт не разъема проем мне понадобится то есть мне нужно сделать разрез небольшой вырез панель сделать больше в нахлёст но нахлёст будет внутри здесь зафиксируется получится ниша в которой будет размещены разъема то есть тюльпаны быстрее всего регулятор громкости выключатель и сетевой разъем а ну еще надо два блин этих два гнезда или колодку кузне мало надо тут на колхозе получается ладно опять не затягиваем хронометраж показываем что получается так предсборочная проверка время уже пол четвертого ночи почти 4 в общем трансформатор там установлен диодный мост тоже там установлен здесь трансформатор стоит у меня на 2 м4 болтах с потай головкой они не выходят за плоскость дна здесь м5 крепление диодного моста сделано с шайбами то сделан типа радиатор тоже не выходит за горизонт плоскости здесь сделал такую вот панель в сборном когда полностью соберу уже более подробно покажу с углублением ничего не получилось да вот так вот вырезал не очень красиво но у меня с нахлестом сделана панель поэтому все это перекроется опять же черная матовая пленка используется будет похоже вот на эту панель так проверяем включаем и есть фон руки жесть но когда играет музыка его не слышно в общем осталось только установить сюда панель но я пока само собой вы это сразу увидите я хотя бы полчаса его потестирую в плане нагрева проверить и прочее вот и полностью забрать перед в принципе его зря разобрал вот эту панель снимал думал там что нибудь более-менее нишек это найдется хотел на переднюю часть вынести регулятор но не стал он будет здесь сзади снизу будет выключатель сверху будет регулировка громкости обе колонки нормально работают единственный минус это вот этот фон но так как используется трансформатор от этого фона никуда не деться возможно в колонке его будет не так сильно слышно болты кстати все установлены на герметик то есть поддувание воздуха здесь исключено эту панельку тоже посажу на герметик здесь тоже обновлю герметик и все соберу смотрите дальше и так все закончил время пол пятого уже утра ничего страшного спереди понятно как все выглядит переходим к задней панели здесь как и говорил все на герметике тут щель еще одну загерметизировал здесь вроде нормальное прилегание хотя щель есть это самодельная панель тоже сидит на герметике он еще блестит толком не подсох и так два тюльпана aux на три с половиной джек стереорегулятор кнопочка с подсветочкой отключение устройства компьютер реагирует как говорил два гнезда это два канала выход то есть сама колонка развязана электрически с усилителем один канал выходит и сразу на эту же колонку приходит да можно было бы сделать провода внутри но как я и говорил они остаются с функцией пассивных колонок и вторая колонка здесь стандартное подключение даже стандартный шнур родной около трех или четырех метров здесь насчет пассивных колонок то есть мало ли где-то будет усилитель мало ли сгорит внутри усилитель эти колонки не перестают быть пассивными то есть свою основную функцию они сохраняют если бы мой усилитель был подключен внутри он бы вносил коррективы если сюда подавать сигнал это во-первых во вторых надо бы было делать постоянно какой-то провод на вторую колонку в общем раздельные каналы прерываемые это очень удобно я считаю напишите в комментариях свое мнение по этому поводу возможно некоторые даже не поняли для чего это но я говорю случае поломки или случае если появится новый усилитель колонки можно использовать по прямому назначению не как активные колонки как пассивные колонки потому что усилитель который стоит внутри он так себе скажем среднего класса даже бюджетного класса чего тут греха таить честно говоря тем более вон две штуки спаленные валяются дросселя поставил маленькие на ферритовых кольцах кнопка как сказал с подсветкой неонка не светодиод отключение устройства ну проверяем что получается у нас ну и фон от трансформатора даже не фон звук идет даже не из динамиков а именно от самого трансформатора так включаем громкость тут максимальная то есть сейчас усилитель выкручен в ноль теперь максимум ничего не меняется не знаю микрофон слышать или нет вот левая колонка которая пассивная и вот правая колонка которая пассивная даже слышно что вибрация небольшая идет трансформатора хотя вы наверное не услышите но вам придется поверить мне на слово ладно проверяем так сейчас регулятор там на максимум выкручена здесь минимальная громкость стоит вот грубо говоря минимальная где-то 1 6 1 3 половина 2 3 и уже громкость вполне нормально где-то ватт так на 10 наверно 5 шестых и максимум Субтитры сделал DimaTorzok Очень нравится плавная регулировка резистора, она вполне адекватная, такая плавная. Ну, опять же, китайский резистор, надолго ли его хватит? Я хозяину объясню, что лучше его ставить на максимум, а громкость регулировать именно телефоном. Субтитры сделал DimaTorzok В активные, мягко говоря, компьютерные колонки. Ну, быстрее всего, в таком формате они и будут играть с телефоном. Это, как я и говорил в видеоролике про подгон от друзей. Эти две колонки пришли вместе с тем катушечным магнитофоном Saturn. То есть, катушечник мне в подарок, а это просто надо было переделать вот в такой режим. Кому понравилось видео или было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал. Вон он, кстати, подписан. На основной канал, на лайв-канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Яндекс.Дзен.ТикТок.ТикТок. Ссылочки видите на экране. Также ссылочки на все перечисленные ресурсы есть в любом описании под видеороликом. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, всем всего самого наилучшего. И всем пока. Да, прикольно. Два усилка спалил. Ну, зато теперь знаю, что усилки очень капризные. Я свое мнение, короче, сказал по этим усилителям. Больше я их заказывать не буду. Надо поискать на Алиэкспрессе что-то подобное. Пускай даже не 100 рублей будет плата, а 200 стоит. Но что-то такое, что воткнул, припаял провода и все работает. Чтоб не было таких бубнов. По стоимости переделки, да, каждый усилитель стоил 103 рубля. Итого мы сожгли. Два и третий стоит. 310 рублей. Еще мы сожгли. Еще я сжег КБП 307. Он стоил там 77 рублей за 10 штук. Что-то есть 7 рублей. Резистор переменный где-то то по 100, то по 200 рублей. Я их покупал по 5 штук. То есть это от 20 до 40 рублей плавала цена на него. Ну и сейчас стоит диодный мост КБП 5010. Я их покупал и по 50 рублей на Алике, и по 70, и даже по 110, когда бакс подпрыгнул у нас под 90. Ну вот тут кусок самоклейки, кусок текстолита. Кнопка какая-то бэушная. Провода пофиг. Разъемы были на колонках. Провод AUX. Это такое самое, наверное, ходовое, что у меня сейчас уйдет. И сетевой провод. В итоге вложений 300 рублей на усилки. Пускай 70 рублей КБПС. Итого 370. Пускай 30 рублей переменный резистор. Итого 400. Но 7 рублей считать не будем. Плюс два провода. Сетевой и AUX. Пускай по полтиннику будут. Может быть по сотке. Я не знаю, сколько они в магазине стоят. Грубо говоря, переделка обошлась в 500 рублей. Если бы не сгорели вот эти платы, то обошлось бы все в 300 рублей. И я скажу, это довольно неплохая альтернатива тому, чтобы искать этим колонкам усилительные руки ДЭК-жесть. Потому что, допустим, вот эту ситуацию сыграть. То есть стимулируем вот эту ситуацию, когда у человека есть эти колонки и их не к чему подключить. А на даче, допустим, на огороде они бы неплохо пили. Но он же не потащит какой-то здоровый усилитель, типа вот такой ДЭКи покупать будет, чтобы запитать все это. Опять же, это надо заколхозиться, ведь к ШС-5 припаяться, AUX переделать на пятипинку. Все это еще в этом немножко хотя бы разбираться, шарить. И опять же, усилок, допустим, стоит где-то на веранде, тащить провода куда-то. Тут просто, грубо говоря, одна колонка у тебя стоит где-то на веранде, а вторую, пассивную, ты просто вынес, поставил на крыльцо и она орет. Вполне неплохой вариант. Кто согласен, ставьте лайки, пишите комменты. Такое криворученько, кто спалил еще два усилка. Теперь скажу то, что изначально у меня было в голове, когда я получил эти колонки. Я основную мысль понял, что человеку нужны колонки где-то, грубо говоря, в деревне. Но у меня сразу такой план возник, бешеный просто. Я хотел сделать их блютузными. Благо у меня модулей блютузных много. Я не хотел делать AUX, хотя его можно было заколхозить, грубо говоря, даже сейчас. Можно поставить блютуз-модуль туда и сделать, грубо говоря, какой-то селектор. Типа или с блютуза сигнал берем, или с аукса сигнал берем. Я так делал уже на магнитофоне стерео. Кассет нам переделал. Режим был и аукс, и блютуз. Ничего сложного в этом нету. Тем более всего два канала. Даже обычный двухканальный двухпозиционный тумблер с этим справится. И также у меня была идея. Она, конечно, действительно безбашенная. Я хотел сделать их портативными. То есть, грубо говоря, здесь была бы ручка. Взял за ручку колонку основную активную. Утащил куда-нибудь там к сарайке. Поставил, включил по блютузу и наслаждаешься. Она бы питалась от батареек. Она бы питалась от аккумуляторов 18650. Или что-то подобное. Но единственное, что с питанием усилителей тут был бы колхоз какой-то. Потому что это у нас... Ну, не будем считать, что 8 вольт. 12 минимум надо. А 18650 аккумулятором у нас 4,2 вольта. А контроллеры TP4056 у нас тоже 4,2 вольта. И питаются они от microUSB 5 вольтки. От обычных вот таких адаптеров. Пришлось бы что-то непонятное колхозить. И мне очень интересно было, насколько бы хватило таких аккумуляторов. Но я перестраховался. Спросил у хозяина. Он сказал, нет. Говорит, что-нибудь типа просто провод воткнул в розетку, провод воткнул в телефон. Я говорю, как по принципу компьютерных колонок. Он говорит, да, по принципу компьютерных колонок. Все. ТЗ понятно. Нашел свободный вечер. Ну, как вечер. Где-то угроблено туда-сюда около 6-8 часов. Можно было бы и быстрее, если бы не горели вот эти усилки. Кстати, кто знает какие-нибудь усилки на Алиэкспрессе, обязательно напишите в комментарии. Я, возможно, куплю для обзора. Возможно, для самоделок. Если они действительно путные, лучше вот этих. И не особо дорогие. В районе пары, там, тройки, сотен. Я закажу. Потому что такие поделки очень интересно мне делать. Тут у меня больше даже проблем встанут не в усилителях. Купить все лук несложно. А уже в питании. Вот, уже сейчас уперся в питании. Да, такой здоровый транс поставил. Диодный мост 50-10, который я пихаю обычно в заряднике. Чтобы там ампер по 15-10 спокойно в долгосрочном режиме аккумулятор заряжают. И они терпят все это. Вообще без проблем вытягивают. Здесь же, грубо говоря, 2-3 ампера выдает транс. И стоит такой шикарный диодный мост. К слову, он даже не греется. Полчаса орали колонки у меня здесь за кадром. Перед тем, как загерметизировать заднюю крышку. Я потом отключил от сети. Залез, потрогал и усилитель, и трансформатор, и шайбы под диодным мостом. Ничего не нагрелось. Так что в плане какой-то пожаробезопасности колонки тоже, в принципе, безопасны. Греться там нечем. Ох, наболтал многого. Мысль о портативных колонках меня все равно не покидает. Поэтому вполне возможно какие-нибудь маленькие колонки потом подвернутся. И я на них сделаю уже такой проект. Возможно, опять будет PAM 8403. Но это очень поганые усилители. Чего уж тут греха таить. Два канала по 3 ватта. Так как они будут портативные, все-таки надо 5 вольтное питание. Ну и Bluetooth у нас от 5 вольт питается. Тоже, если у кого-то есть, например, что-то получше 8403, обязательно напишите в комментах. Я закажу. Заказать что-то вообще не проблема. Если это не особо дорого. Если это мне надо. Вот теперь точно все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, у меня пара вот таких динамиков. Это первый. Здесь у нас... Здесь у нас... Ну, кто там стреляет-то? Прижимные зажимы. Зажимные прижимы. Зачелки, короче. Короче, нет у меня их. Они заказаны в алишке, но в наличии нет. Да нет, лучше даже вот эти пользователи. Они все-таки так аутентично смотрятся. Очень нравится... Очень нравится плавная религуль. Кому понравилось видео... Кому понравилось видео или... Ставьте лайки. Вот такие вот грязные, блин, лайки. Подписывайтесь на основной канал. Подписывайтесь на основной... Ёб твою мать. Кому понравилось видео или было полезно... Также все ссылки есть в любом... Также все ссылки есть... Такси... Так, такси... Такси, блядь. Такси... Как в Discord? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...